Глаза это зеркало души, а зеркало сердце телескопа. В Самарском государственном техническом университете показали очередное уникальное изобретение. Гибкое космическое зеркало, которое используют в телескопах. Технический результат устранения искажений и повышения точности изображения. Деформируя одно зеркало, мы корректируем всю оптическую систему. То есть у нас три зеркала, у каждого зеркала своя деформация. Что-то в плюс, что-то в минус. Но путем математических вычислений, деформируя одно зеркало, мы восстанавливаем полную оптическую систему. За 400 лет с момента изобретения телескопа устройство неоднократно совершенствовалось и продолжает меняться, чтобы ученые могли получать достоверную информацию быстро и точно. Гибкое или активное зеркало позволяет в нужный момент корректировать изображение. Основное предназначение прибора – не увеличивать объект наблюдения, как думают многие, а собирать свет. Изобретатель технологии деформации зеркала доктор технических наук Яков Клебанов за годы исследований расколол не одно зеркало. Но оно того стоило, говорит ученый. Человеческий глаз вряд ли это может заметить. Речь идет о микронах и о долях микронах. Значит, вот на это зеркало воздействуют пьезоактуаторы. Это вот такие стержни, которые меняют свою длину под действием электрического тока. И они, значит, изгибают это зеркало, создавая на нем вот такие вот перемещения. Управлять этим процессом с помощью нашего способа – это точнее, чем это было традиционно. Работы были выполнены в рамках программы развития аэрокосмического кластера Самарской области. И теперь задача региона – выйти с этой разработкой на мировой рынок. Ведь наша какая задача? Чтобы те процессы, которые происходят в космосе с различной аппаратурой, в том числе с телескопами, они были каким-то образом компенсированы и давали нам максимальную ту точную информацию, которую мы хотим получить. Вот эта технология, по сути, она и позволяет это делать. Она позволяет добиваться максимальных результатов, по сути, компенсируя каким-то образом действия факторов космической среды. Российский и европейский патенты на изобретение ученые уже получили. На подходе и американский. Если дальнейшие испытания пройдут успешно, такая технология появится в новых телескопах. Марьяна Мирная, Артем Сулайманов. События.